И в следующем я хотел бы попросить выступить батюшку Дмитрия Смирнова, председателя Патриарха Комиссии по вопросам семьи, вашей патриарной совместности. Здорово, Константин Валерьевич. И ваше пресвященство, и все высокое собрание. Здесь собрались единомышленники, поэтому мы обеспокоены всем тем, что происходит в мире. Происходит все то, что, собственно, давно известно. Сатана пытается бороться с Богом и поле битвы сердца человека, как сказал Достоевский. И, конечно, люди, которые хотели бы результатом своей жизни иметь все-таки служение Богу, а не дьяволу, их гораздо больше не соизмерили. Поэтому мы, разумеется, должны быть из полной оптимизма и верой в победу. Хотя тенденции, они совершенно очевидны, и есть известная слабость. И наш противник, он нечестный, он отец лжи. Поэтому, если политик разделяет наши взгляды, он может через партийные технологии бороться с этим. Если священник, он может на своем приходе организовать помощь многодетным семьям. Если это епископ, он может такую же деятельность совершать в рамках своей египархии. Если это бизнесмен, он может либо организовать, если его посредством, ну, допустим, центр кризисной беременности, и его содержать. Или же просто взять на прицеп, говоря по-русски, одну или две семьи многодетных и им помогать, чтобы это стало примером для многих. У нас есть такой опыт. Если это учитель, то, вопреки всем сатанинским школьным программам, он может говорить своим детям правду и может сказать детям, знаете, дети, только наш разговор между нами. Мы так это делали при советской власти. Я тоже когда-то был учителем. Если ты врач, то нужно работать прежде всего не на себя, обезопасивая свое существование, но должен прежде всего забыться о том, чтобы та мама будущая, которая к тебе пришла, обязательно родила ребенка. Нужно потратить на это все время, все возможности, для того, чтобы убедить ее, что убийство дитя ничему хорошему не приведет. Если ты родитель, то главное, чем ты должен заниматься в этой жизни, это воспитание собственных детей. Потому что если у тебя вырастут нравственные уроды, при всем твоем материале благополучии, ты будешь самым несчастным человеком на земле. Если ты воспитатель, воспитывай вверенных тебе детей так, как будто они твои собственные. Даже если ты рыночный торговец, торгуешь арбузами или помидорами, ты можешь всегда подарить арбуз или 10 килограмм помидоров многодетной матери. Если ты писатель, ты можешь написать книгу. А если ты переводчик, ты можешь перевести книгу хорошую с того языка, которым ты владеешь, на свой собственный и распространить ее в своей стране. Если нет денег на издание, помести ее в интернете. И каждый, кто желает, прочтет и перепостит. Если ты чиновник, то любое твое действие должно быть на полном преференции по отношению к многодетной матери. Если ты законодатель, ты должен все силы потратить и все время, которое тебе отпущено, на это делал таким образом, чтобы дети рождались и не убивались. И чтобы многодетная мать чувствовала себя комфортно, она чувствовала себя в стране, в народе, как самый важный и драгоценный человек для этого народа. Нам не нужно с сатанинским пулчищем играть в прятки. Нам не нужно использовать их лукавую, полную, лицемерную терминологию. Нам нужно говорить и называть все вещи своими именами. Детоубийство, детоубийством, и все другие терминологии, которые, ну, как в технологии по сокращению рождаемости, они именуют планированием семьи. Но почему-то это планирование всегда только в одну сторону. И так далее. Мы, не нужно нам с ними искать общий язык. Его нет. Они прекрасно образованы, они замечательно умны. Они просто делают вид. То они не видят, кто сбил самолет, то они не понимают, что такое вообще право человека. Есть ли у человека право на жизнь? Вроде бы есть. А тогда почему идет проповедь абортов? Разве это не сатанизм в его самом таком кристально чистом виде? Если ты журналист, если ты опомнился, и если деньги для тебя все-таки не самое главное, а совесть важней, то ты всегда можешь встать совершенно под другие знамена. Не под знамена дьявола, а под знамена Господу Бога. Если ты просто мещанин или деревенский житель, крестьянин, что ты можешь сделать против этого пулочи? Да очень много. Как вчера сказал муфтий Талгат Таджудин, да просто разжать детей. Разве это мало? Вопреки всему и быть счастливым. И твоя семья будет образцом для всех. Просто усыновлять сирот тем, кому Господь не дал детей. Любой человек может стать многодетным. Это очень просто. просто по технологии. Но это очень трудно, потому что это большой подвиг. Но христианин не должен бояться подвигов. И ты можешь не пользоваться всей той продукцией, которая убивает детей, от медицинской до компьютерных игр, фильмов, журналов и хранить от нее свои деточек. Следить за тем, что происходит с твоими детьми в детском саду, в школе, на улице, воспитывать их так, чтобы они увидели семью как важнейшую ценность земли. Потому что если человек не построил свою семью, то на каком бы поблище он бы не преуспел, он не может быть счастлив. Потому что сам Господь Бог создал человека не как индивидуума с некоторыми правами. Мужчину и женщину сотворил их, сказав им плодитесь и равножайтесь. Сам Создатель нас создал как семью. Поэтому мы только в семье можем обрести гармонию и счастье, живя здесь на земле. И только семья может научить человека настоящему христианству и воспитать в нем только семья. В этом наше спасение. И в заключение я хочу обратить ваше внимание на двух людей, когда я их вижу, моя душа всегда приходит в удивительное такое волнение. И эти два человека я считаю, что это самые драгоценные люди, которые родились в нашем народе. Они очень-таки скромные, но все-таки я попрошу их встать. Это отец Иван со своей матушкой Осики, которые родили 17 детей. АПЛОДИСМЕНТОМ просто не очень такого большого роста. Да, действительно, вот что нам нужно приветствовать, вот нам что нужно пропагандировать. Они никакие маргиналы, он даже в своей партии занимает весьма заметное место. В своей жизни очень много претерпел, три раза его дом горел, и он все равно восстанавливал. И находились люди, которым с радостью, с удовольствием помогали. У Бога сирот нет. Смелее. Прости все Господи и благодарю за Ваше внимание. Большое спасибо.